Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Юлия и у нас сегодня следующий день работы на участке. Вообще мы приезжали вчера полностью, целый день мы красили забор и позавчера вечером после работы мы тоже приезжали и половину одной стороны тоже покрасили. Торопимся, потому что погода. То тепло, то прохладно, то дожди, а нам надо успеть сделать. Нужно покрасить, потому что мы уже вчера съездили с утра, заказали профнастил. Наша задача в два слоя покрасить каркас. Мы красим в коричневый цвет, я вам показывала. Фасадная сторона, вот эта у нас покрашена в один слой. Мы ее пока не докрасили, кстати, краски не хватает. Ведро большое я показывала, 5 литров не хватает. Нужно будет немножко докупать на фасадную сторону, на второй слой не хватает. У нас немножко осталось. И мы вчера покрасили вот эту сторону правую, если смотреть на участок правую. Потом сторону заднюю стенку мы всю покрасили в два слоя. И вот эту стенку левую будем красить сегодня вторым слоем. В общем, сегодня нам нужно обязательно докрасить, не считая фасада. Мы заказали профнастил и заказали его на три стороны. Кстати, приятная новость, подешевел металл. Вот, например, мы заказывали профнастил, он уже намного дешевле за квадратный метр. Рассчитывали там по 700 с чем-то, оказалось по 500 с копейкой. Плюс скидка, так как у нас большой размер. А в итоге на такой большой размер получается сумма немалая. Там в районе 40-50 тысяч меньше, чем мы рассчитывали. То есть у нас выходил он изначально 220, я говорила, тысяч. А сейчас, если все сложить, сумма значительно меньше. Но мы заказали три стороны профнастил, потому что в этой компании нет двухсторонних. У нас, видите, фасадная сторона, нам нужен двухсторонний профнастил. Мы внутри будем белым цветом закрывать. И вот эти все перекладины будут у нас внутри, коричневый цвет с белым у нас будет. А снаружи двухстороннего нет. И если брать односторонний, то он с обратной стороны серый. Серый мы не хотим, но совершенно не любим серый цвет, поэтому не хочется. Наверное, подождем в другой компании. Еще я забыла сказать, что мы в связи с тем, что дешевле получилось, заказали чуть-чуть потоньше. Помните, я говорила, сосед сделал профнастил коричневого цвета. Снаружи, внутри серый, и у него 0,35, он очень тоненький. Мы хотели 0,45, но заказали 0,4 миллиметра. Это средний, потому что подумали, вы тоже написали, что зачем между соседей. Вроде как были сильные ветра, когда мы, вот 0,35 сосед ставил, и он нормально держится. Как раз-таки вот три дня мы красили, такой ветер был сильный. Сосед установил, мы посмотрели, вроде как нормально. Он на ощупь такой, очень тонкий, хлипкий, как банка консервная. Поэтому мы заказали средний размер, и цена значительно уменьшилась. Вот поэтому получилось чуть-чуть еще дешевле. Сегодня мы приехали, повторюсь, что мы вчера весь день красили. Получается, что у нас на покраску ушло два полных дня. Вчера мы вообще как зашли утром, выехали по 8 вечера. Хорошо взяли термос, печенье. В общем-то, есть не хотелось. Погода вроде как теплая. Сегодня вообще до 26 градусов, вещают пока 18. Мы хотим, сегодня у нас осталась вот последняя сторона, не считая фасадной, вот это, вторым слоем покрыть. В общем-то, работы не так много, на полдня. И нужно покосить, покосить траву. Она нам мешает профнастил стелить. Очень выросла трава. Была сумасшедшая засуха в этом году. Она не росла. Ни борщевик не рос. А теперь посмотрите, какие лопухи. И снова этот борщевик. Огромная трава. А тут прям тропами такими. Вот она вся такая высокая. Ее нужно косить. Я не знаю, захватим ли мы середину. Нам вдоль забора обязательно нужно сегодня покосить. Иначе нам будет сложно профнастил. Мы ее постоянно вырываем. Она нам мешает. В общем, муж меня выгрузил. Вот стремянка, краска, white spirit, сумка. Перебулась я. Так испачкалась краской. Посмотрите, в чем я работаю. У меня и ноги, и все. Через одежду, прям краска. Я еле очистилась вчера. Два раза сильно испачкалась. Она так ветром качалась. Вот так вот, сто солнца. В общем, опрокидывался на меня. Опрокидывался этот лоточек с краской. В общем, ноги у меня были очень испачканы через лосины. Поэтому мы сейчас будем косить. Муж уехал за мото-косой. Ну, во всяком случае, не знаю, как он будет косить. Но по кругу точно нам нужно, по периметру. Потому что все, нужно закрывать. Трава эта огромная мешает. Приятно то, что уже добрались наконец-то до этого этапа. Никто нам не помогает. Все самостоятельно. Сложно, долго. Но как-то вот мы потихоньку-потихоньку и добрались до этапа. Вот уже заканчивается покраска. И уже будем закрывать. Ну, а потом уже будем думать, что делать нам с фасадной частью. Вот наша фасадная часть огромная. 35 метров. Как мы это будем закрывать? Потому что мы хотим двухсторонний. Не хочется нам серый цвет. Видите, вот здесь серый домик собирают. Ну, как-то не лежит душа к серому. Совершенно коричневым столбикам не подходит. Хотели либо белый. А они, видите, не красят. Чтобы с одной стороны белый, с другой коричневый. Либо коричневый серый, либо бело-серый. В общем, везде этот серый цвет. Будем думать, что нам делать. Либо уже где-то искать двухсторонний. Но он уже идет 0,45. И он уже по 700 с лишним. По 798 рублей мы смотрели. Представляете, сколько это денег? Это 50 тысяч фасад. Может быть, чуть позже его как-то. Но дороговато. Никто к нам не подходит. Ни соседи не появляются по поводу, чтобы обсудить стоимость забора. Пока тишина. Пока все своими силами делаем. Но скажу сразу, очень дорого. Но приятно то, что если вы начнете, уже для остальных цены на металл падают. Также вот на эти вертикальные, на горизонтальные на все падает цена. Металл в цене уменьшается. Сезон заканчивается. Они так и говорят, что у них остатки, залежи. Вот они начинают скидывать цену. И цена значительная при большом объеме. Цена значительная. 30, 40, 50 тысяч разница. Хочу показать канаву. Канава сухая вдоль фасада. Нужно немножко подрезать вот этот материал. Я думаю, что вот так вот вырезать. Бока оставить. Потому что водичка плохо заходит. Поэтому все это стоит. Видите, вода ушла. Вот лоточек. Никто им пока не занимался. Все заняты своими делами. Видите, лотки все сухие. Кстати, хочу показать вот в один слой, как мы покрасили. Краска очень хорошо ложится. Покупали в Люра Мерлен. И там отзывы разные. Кто-то писал плохая. Рассчитывайте вот все, как указано. Там через три дня второй слой. Либо через два часа. Хорошая. Но видите, вот тоже не прокрашивается сразу с первого слоя. А поэтому второй. Но вообще очень хорошо получилось. Нам понравилось. Вот эта краска. Рекомендуем. Довольная ложится хорошо, гладко. И знаете, вот прям кажется, как будто бы эти столбики нам так и привезли. Все покрашены. То есть настолько краска хорошо ложится. Стыки мы красим кисточкой. Вот они все четко, хорошо прокрашиваем. Краски туда побольше. Чтобы это не ржавело. Внизу, сверху, сбоку. А потом, значит, вверх красим. Внизу перекладину. И уже бока проходим. Самые сложные стороны, где канавка. Вот эта левая сегодня мы будем здесь прыгать. И вот эта. Видите, за счет того, что здесь очень низко. Тоже вот эта канава вдоль фасада. А перекладины получаются высоко. Перепад такой очень сложный. И с этой стороны неровно получилось. И земля. В смысле земля. И с другой. Поэтому неудобно. Как нам профнастил крепить? Я даже не знаю. Какие-то, наверное, палеты. Может где-то попросить у соседей. Что-то подложить, чтобы нам хотя бы стремянку. Потому что помощи ждать не от кого. Мы все сами делаем. Вот такая ситуация. Я вам показываю, что канавка сухая. Вот немножко там водички. Ветер был. Дождей вроде как не было. Были дожди. Позавчера вот мы уехали. Дождь был сильный. Но буквально, может быть, полчасика. Вот. И все. Вот так вам покажу. Сегодня мы будем эту сторону красить. Длина здесь 29 метров. У нас 29 на 35. Вот такой участок примерно. 29 на 35. Ну там плюс-минус. 35,2 по-моему и 29 с чем-то. Вот сосед стену закрыл. Участок, который не проданный. И знаете, шума меньше стал. У нас дорога рядом. Через один участок, у нас вторая линия, шума меньше стало. Так фуры ездят. Ну, федеральная трасса здесь. Поэтому слышно. А как-то не замечаем. Вот видите, как сосед подвел. И у них тоже. Хотела еще сказать, что кто-то написал и не один раз, что сосед отвел от себя канаву. Нам сделал. Во-первых, канава идет по чужому участку, который не продан, нас не касается. А вот эта канава, она у него же внутри участка будет. Она будет точно так же открыта. То есть он ничего от себя не отвел. Видите, у него как она у него продолжается, продолжается. И потом вот туда заворачивается вот этот участок уже за нами. То есть вся водичка у них точно так же будет. Только она у них будет внутри участка, а у нас по чужому участку. Так что мы не в минусе. Мы сейчас здесь все протрем. Видите, это от дождя. Включили мы мото-косу. Вот она должна поработать. Шлем, вот эту маску. Все принесли. А у нас бензин в пакете мы возим в канистры. Но сегодня похоже, может быть, заправим, пока немножко там осталось с того раза. Как она поработает сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok. Значительно лучше становится. Наверное, сейчас все прокосим. По периметру точно пройдем. Видите, как уже значительно лучше. Я в сапоги переобулась в резиновые, потому что борщевик. Чувствую, носки стали промокать. Бегаю в шлепках. Мусор собираю. Нужно мусор вывезти. Мы здесь пакетики вешали. Вот раньше на верхние столбики. Видите, мы крышками закрыли. Вот этими специальными. А так вот у нас, когда их не было, я вешала пакетики ноской, чтобы вода не попадала, пока мы не покрасим. Вот они, видите, валяются. Я хожу, мусор собираю. Сегодня два мешка будем вывозить, что у нас лежали в канаве. Показываю, как у нас получилось. Мы покосили. Прямо футбольное поле получилось. Это задняя стенка. Я на соседнем участке стою. Вот так. И хочу показать. Оставили мы. Вот наш забор. Задняя стенка с лентой. И хочу показать. Ромашки мы оставили. Смотрите, как красиво. Среди этого поля такие ромашки. Прелесть. Такой уже уют сразу. Красота. Немножко. Вот участок неровный. Такими волнами. Чуть-чуть совсем. Как бы его выровнять? Может быть, кто знает. Я уже думала, может быть, вот этот вот как культиватор, только мото. Вот такой есть. Может быть, он перепахает. Хотя мы вчера почитали. Там написано, что если целина с глиной, то необходимо лопатой сначала все выкопать. А представляете, 10 соток лопатой. Может быть, кто подскажет, как это выровнять. Потому что неизвестно, когда мы начнем строиться. Хотелось бы такой ровный. Вот прям действительно, чтобы поле ровное было. Вот такие ромашки. Еще раз показываю. Красивые. Я даже не помню, были они, не были. У нас вот на соседнем участке очень много ромашек. Вот они. У соседа ромашек много. Еще знаете, что? Обнаружили. Такого мы даже не ожидали. Сейчас я покажу. Вот уж что не ожидали, то не ожидали. Во время покоса, что мы увидели. Смотрите. Помидоры. Кусты с помидорами. Получается, три куста. Один мы случайно скосили. Но на нем ничего не было. Здесь вот пустой. Цветет он. Я не знаю, будет, не будет на нем. А здесь вот, смотрите, помидорки. Три здесь. Вот. Одна большая. Две поменьше. Так, и вот еще. Маленькая. Представляете? Цветут. Может быть, они вырастут большими. Я колышки поставила. Это мы не сажали. Мы даже не знали, что здесь у нас помидоры. А сколько раз мы косили. И они такие живучие. Все равно выросли. Может быть, кто-то когда-то какие-то пикники здесь устраивал. Семечка упала. В общем, такая ситуация, что у нас, прямо смотрите, вот въезд на участок и помидорки наши. Конечно же, мы их не скосили. Будем наблюдать, как даже урожай у нас будет. Ромашки наши вот там. А мы сейчас покрасим стену. Вот одну сторону. И все. И на сегодня мы закругляемся, ждем профнастил. У нас профнастил вот его должен. И будем крепить. Мы просто подготовили, убрали траву. Такой участок сразу, знаете, ухоженный. Красиво ухоженный получился. Ровный. Ну а я пошла начинаю красить. У нас немножко краски совсем осталось. Вот все, что тут у нас осталось. Очень мало краски осталось. Вот эта баночка. Прям остатки будем докрашивать, а на фасад мы уже будем покупать. Докрасили мы последнюю сторону из трех. Чуть-чуть нам не хватило. Два пролета. Столбики покрасили. Не хватило два пролета. Посмотрите, как у нас получилось. Все так чистенько. Сегодня прям такое радостное настроение. Какое-то чувство радости. Как будто бы уже вот-вот. Финишная вот эта. Вот такой у нас участок получился. Но на сегодня я заканчиваю. Продолжение будет в следующем обзоре. До свидания. Продолжение следует...